Представьте себе, вы открываете браузер и место очередной формы с кнопками. Перед вами запускается настоящая 3D-игра, где вы можете влиять на целый виртуальный мир в реальном времени. Это не движок, не плагин, не Unity. Всё на чистом JavaScript, прямо в окне браузера. Сегодня я покажу проекты, которые на 100% ломают привычное представление о JavaScript. Вы увидите AAA-игры, полноценные гонки с графикой, как на PlayStation, MMO на веб-сокетах, визуальные клипы, песочницы, в которых можно буквально перестраивать мир. Неважно, разработчик вы или просто любите технологии, вы точно скажете. Серьёзно, это всё работает в браузере? Поехали! Когда вы слышите слово JavaScript, о чём вы думаете? Скрипты на сайтах? Анимация кнопок? Зовудьте! Сегодня я покажу вам, на что на самом деле способен JavaScript. Когда-то Ubisoft выпустили необычную игру From Dust, где ты управляешь миром, буквально как божество. Примещаешь лаву, создаёшь землю, направляешь реки. А теперь внимание! Её портировали в браузер через технологию Native Client от Google. Это позволяло запускать C++ игру с почти родной производительностью, прямо в Chrome. Перенос консольной игры в веб-браузер является частью стратегии Ubisoft по привлечению новых игроков, предлагая игры на разных платформах, а не ограничивая их одной или другой. Многие сегодня восхищаются World Box, песочницы, где ты можешь управлять природой. Создавать землетрясения, запускать вулканы, заливать всё водой, строить цивилизации из мобов. Но Ubisoft ещё в 2011 году выпустил From Dust, и по сути это был первый World Box. Но с графикой AAA уровня, потрясающей симуляцией стихий и реальным геймдизайном. Здесь ты не просто разрушаешь, ты спасаешь людей, перенаправляешь реки, укращаешь вулканы, создаёшь острова, чтобы продвигаться дальше. По сути это игра по БЖ, только на уровне богоподобного сандбокса и экшена. Так что прежде чем говорить World Box это уникально, вспомните Ubisoft уже делал такое и делало круто. Проект от Google Creative Lab и группы OKGO это не просто клип, это интерактивный музыкальный сон, в котором ты участник. Показываю чей трек ты проходишь три сцены, то есть три сна. Природный ландшафт с животными и деревьями, абстрактные индустриальные постройки, космическое путешествие через странные формы и свет. Все они в реальном времени визуализируются в твоём браузере. Ты можешь двигать камеры, крутить мышью, а сцены реагируют, как будто это игра внутри клипа. Хотелось бы остановиться на том, как это было всё реализовано. Всё работает на WebGL плюс JavaScript. Геометрия сцен построена из лоу поле моделей, малоугловых объектов. Движения, анимации и переходы на кастом GLCL шейдерах, интерфейсы взаимодействия на чистом GS, без движков. Звук и графика синхронизируются в реальном времени. И всё это в браузере. 2011 год. Да, этот проект десятилетней давности, а он до сих пор выглядит как футуристическая арт-инсталляция. И главное, ничего не скачиваешь, просто открываешь ссылку и попадаешь в цифровую сказку. Хекджел. Это не просто браузерная игра. Это полноценный Skyfire Racer, вдохновлённый вейп-аут и F-Zero. Летишь на антигравитационном болиде. По закрученной трассе. С каждым поворотом ускорения, заносы и графика. Которую сложно поверить, ведь работает в браузере. Хекджел это одна из первых попыток сделать полноценный 3D-экшен в браузере. Игра вышла ещё в 2013 году. Но по сей день смотрится достойно. И по скорости, и по стилю, и по коду. Браузер Квест это настоящий сюрприз. На первый взгляд милая пиксельная RPG, похожая на старую Зельду. Но копнёшь глубже и понимаешь, перед тобой полноценный онлайн ММО, написанное полностью на JavaScript. Ты заходишь на сайт и сразу в игре. Никаких установок, регистраций или загрузок. Прямо в браузере ты исследуешь мир, сражаешься, побираешь лут и видишь других игроков в реальном времени. Можно общаться, помогать друг другу, проходить подземелья вместе. Клиентская часть это Canvas плюс JavaScript, отрисовка тайтлов и анимаций, сервер на Node.js. Связь через веб-сокеты, то есть обмен данными идёт постоянно, без обновлений страницы. Перед нами реальное онлайн взаимодействие, как в настоящих играх, но всё через веб. Браузер Квест это демо проекта от Mozilla, который показал миру. JavaScript способен на онлайн игры в реальном времени. Причём с крутой пиксельной эстетикой, простым входом и открытым кодом. Да, он вышел давно, но до сих пор остаётся примерами для новых разработчиков. Теперь, когда вы увидели на что способен JavaScript, давайте коротко о том, с помощью чего всё это сделано. 3GS. Это по сути движок для 3D графики в браузере. С ним можно строить сцены, камеры, материалы, свет. И запускать 3D игры, визуализации, интерактивные миры прямо в WebGL. 3GS. Используется в HackGL, Free Dreams of Black и сотнях проектов на GitHub. Shudder Toy. Если вам интересна глубокая графика, эффекты, генерация, Shudder Toy это целая соцсеть для визуальных кодеров. Здесь создают световые туннели, огонь, воду и даже целые сцены на GL Cell. 3GS. Хочешь создать 2D игру в стиле Super Mario или Terraria? Фейтер фреймворк, который идеально подойдёт. Он лёгкий, понятный и даёт всё. Спрайты, столкновения, анимацию, звук. Используется в сотнях инди-игр на HTML5. Ну и напоследок Pixie.js. Для интерфейсов, мультимедиа, интерактивных презентаций Pixie.js рулит. Он даёт возможность красиво анимировать, показывать UI и даже делать мини-игры с высокой производительностью. Может показаться странным, что я показывал вам проекты, которые вышли 10-12 лет назад. Но вот в чём суть. Они сделали невозможно в то время, когда это вообще никто не делал. FromDust перенёс AAA опыт в браузер, когда WebGL был только в зачатке. Free Dreams of Black стал первым интерактивным клипом в настоящем 3D. HackGL дал нам скорость и постэффекты до появления WebGPU. Браузер Quest доказал, что ММО можно сделать без движка прямо в браузере. Это не просто демонстрация. Это события в истории JavaScript. Они вдохновили тысячи разработчиков, показали новые горизонты и до сих пор лежат в основе технологий, которые мы используем сейчас. Они словно первые шаги в новой эре, когда браузер перестал быть просто страницей, а стал платформой для игр, симуляций и цифрового творчества. Поэтому мы говорили не только про код, а про идеи, про смелость идти туда, где никого ещё не было. Итак, всё это сделано в JavaScript. Хочешь почувствовать себя повелителем стихий? Открой FromDust в Chrome. Любишь необычную визуалку? Пройди Free Dreams of Black. Фанат SkyFight, зацени хек.джель. Хочешь в ММО прямо в браузере? Исследуй браузер-квест. Ставь лайк, если удивился хоть одному из проектов. Поделись в комментах, какой впечатлил больше всего. И подпишись, впереди много интересного.